Приветствую вас. Я думаю, что очень многое зависит от того, в какой школе принадлежит психолог. То есть, если мы говорим о, например, директивных школах психотерапии, то там, да, там действительно выдается некий кредит на правоту психологу, но там это само собой разумеющество. То есть, если вы приходите к специалисту, а он, например, является, допустим, психоаналитиком ортодоксальным или психиалистом, допустим, или транзактным аналитиком, допустим, что, ну, понятно, не в чистом виде, но основное его направление такое, что вы, да, вы, соглашаясь на работу с этим специалистом, даёте ему автоматом кредит на правоту. Это вытекает из школы психотерапии, которой принадлежит специалист, и, соответственно, вы вверяете, как бы, ему свою жизнь. В этом случае, если психолог говорит так, что вы не пострадавшие, а сами ответственны за свое, ну, за то, что произошло, в этом случае со своей, так сказать, точки зрения психолог действует верно, автор к этой школе принадлежит. Другой вопрос, что если мы имеем в виду недирективные школы психотерапии, например, гуманистическая психология, психотерапия, клиент-центрированная психотерапия, гештарт-центрированная психотерапия, арт-центрированная психотерапия и так далее, игра-центрированная психотерапия, если применять ее как взрослым, ну, как вот, частично, то здесь, конечно, взято все по-другому. Здесь сопротивление клиента означает, что психолог просто оказался неправ. Но для недирективного специалиста совсем не сложно, а даже полезно, признать свою неправоту, потому что ошибиться может любой. И если консультант заинтересован в эффективной терапии, он признает свою ошибку достаточно быстро и никогда спорить, в принципе, не будет. То есть, понимаете как, вот, в вашем диалоге, который вы привели, вот, вы, ну, написали, да, вот, три реплики. То есть, в принципе, в принципе, три реплики – это допустимая норма. То есть, может возникнуть сопротивление. Может. А потом обязательно терапевт недирективной школы соглашается. То есть, он, как бы, должен согласиться. Вот. Потому что... Иначе сопротивление будет все больше и больше, и никакой терапии не произойдет. Вот. Причины, причины того, что так происходит, ну, очень много, очень разнятся. Зачастую это тревожный клиент, волнительный клиент, который, ну, по той или иной степени чувствует себя, по той или иной причине чувствует себя уязвимым, чувствует себя недощищенным и прочее, прочее, прочее. Это неопытность консультанта, который только-только, например, начал работать и, как бы, вот, волнуется, теряется и так далее. Вот. То есть, тут, на самом деле, очень много причин. И дело здесь не в том, почему так. Да, дело здесь не в том, почему так. Дело здесь немножечко в другом. Дело здесь заключается, дело все заключается в том, что с этим делать и какой школой является терапевт. Если терапевт является представителем директивной школы, то вы на это как бы соглашались. Если терапевт является представителем не директивной школы, то вы праве назвать его непрофессионалом, ну, или, по крайней мере, представителем не той школы, которая, в принципе, которая, в принципе, представляет. Такая вот, в принципе, история. А вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Вот. На этом все. Надеюсь, что мой ответ вам был полезен. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Нats-ка! Вони! Вони! Память! Продолжение следует...